Вот уже как полтора года шутер World War 3 почти полностью перестал выходить на связь. Ни обновлений, ни новостей по разработке, ни сроков, ничего. Но вот наконец-таки появилось немного информации и даже небольшой дефлог. Для тех кто не в курсе, либо забыл, я напомню краткую историю игры. Осенью 2018 года игра вышла в ранний доступ в Steam, но все сразу пошло не по плану. Сервера прямо со старта не выдержали наплыва игроков, которые, просидев в ожидании несколько часов, не смогли ни поиграть, ни вернуть средства. Репутация игры сразу была подпорчена. В течение года игра активно дорабатывалась, иногда успешно, иногда нет, но интерес игроков все падал и падал, как и онлайн на серверах. В декабре 2019 года выходит обновление 0.8. На тот момент игроки не знали, что оно было последним. В следующем анонсируют долгожданную переработку анимаций, но месяцы идут, а обновления все не выходят. И вместо него весной 2020 года игроки получают новость о сотрудничестве с My Games, тот самый Mail.ru. Стоит ли говорить, что игроки восприняли эту новость в штыки, в очередной раз похоронив игру? Хотя и отдельно отмечалось, что My Games занимаются только маркетингом и дистрибьюцией и не влияют на разработку. Игра становится недоступной для приобретения в Steam, а разработка продолжается в закрытом режиме. На год игра почти полностью пропадает с радаров. Понемногу появляются новости о закрытом тестировании, но все под соглашением о неразглашении. И вот 5 июля 2021 года появляется твит с зашифрованным сообщением. Расшифровать его не составило труда. Берем таблицу в соответствии 16-ти речных чисел ASCII с символом и получаем... Ну все понятно, я так и думал. Ну ладно, это шифр Цезаря, смещение на определенное количество символов по алфавиту, бла-бла-бла. Дошифруем и получаем сообщение о том, что скоро будут новые подробности, оставайтесь на связи. Не очень много полезного. Но внизу видно 22 дня 12 часов 39 минут. Возможно важные новости будут 27 июля. Увидим. Далее начинается отсчет в днях и наконец показывают дефлог. Вглядываться в каждый кадр в поисках пасхалок я не буду, а лишь пробегусь по основным и явно заметным моментам. Графика на мой взгляд лучше не стала, все те же скудные декорации, мыльные текстуры и простая геометрия. Возможно конечно это обусловлено оптимизацией. Карты немного изменились, появились новые объекты, некоторые точки изменены, возможно расширена активная зона. Анимацию все таки переработали, а ганплей выглядит примерно таким же. Конечно же добавлен новый контент, модули, оружие, гаджеты, техника и так далее. Не самый важный момент на данном этапе. Оружие, технику, страйки, а также предметы кастомизации, вероятнее всего придется разблокировать прокачкой. Появилась возможность менять аттачменты на оружие прямо во время боя. Для этого их необходимо положить в рюкзак, но их количество будет ограничено. Скины на оружие различаются по редкости, о чем говорит цвет рамки, так что вполне вероятно можем ожидать лутбоксы или донатные скины. В пользу последнего говорит и наличие нескольких валют в игре. В целом игра заметно преобразилась и выглядит на порядок лучше. По модели распространения игры пока информации нет, однако коллаборация с My Games намекает, что это может быть и фри-ту-плей с донатом. Но будем надеяться, что игра будет распространяться по системе единовременной покупки, пускай и с донатными скинами. Главное, чтобы донат не влиял на геймплей и не душил затянутостью прокачки без какого-нибудь премиум аккаунта. Дата выхода также пока остаются в секрете, но раз игра вышла из режима радиомолчания, значит ждать осталось не так уж и долго. Конечно, игре будет сложно снова завоевать доверие игроков и придется сильно постараться, но будем надеяться у Farm51 это получится. Ну а на этом у меня все, а вам же я предлагаю челлендж. Написать комментарий под видео не используя слова Battlefield или Мертвый, а также их синонимы. Субтитры сделал DimaTorzok